Здравствуйте, говорить будем, конечно, о Гнездово. Задача у меня сегодня такая непростая. С одной стороны, я абсолютно уверен, что не все знают, что такое Гнездовский археологический комплекс, поэтому мы немножко поговорим вообще об экспедиции. А с другой стороны, надо будет поговорить о том, как современные полевые работы археологов сочетаются с современными технологиями и что из этого в итоге получается. Времени у нас не очень много, поэтому это будет такая ретроспектива. Но давайте начнем по порядку. Итак, Гнездовский археологический комплекс, чтобы было понятно, это объект археологический, который расположен в 12 километрах от города Смоленск, на двух берегах реки Днепр. А если говорить в исторической перспективе, там ретроспективе, это крупнейший пункт торговый на пути из Варягов в Греки. Если вообще, когда обычно спрашивают, ну вот Гнездово дайте, краткое описание, я говорю, что есть такой блиц, что такое Гнездово, что нужно человеку запомнить о нем. То есть, кроме того, что это крупнейший торговый и культурный центр 9-11 века на пути из Варягов в Греки, это крупнейший могильник эпохи викингов, который в свое время насчитывал около 5000 курганных насыпей. Это самая высокая концентрация кладов и объектов, которые связаны с археологией 10 века. Это крупнейший мультикультурный комплекс. Это место, где была обнаружена первая славянская надпись «Гарушина», которая очень часто используется исследователями в литературе, это можно на это натолкнуться. И более того, у Гнездово есть один очень важный элемент. Гнездово – это ландшафтный памятник. То есть, когда вы приезжаете в какой-нибудь известный город, ну не знаю, Новгород Великий, например, и хотите посмотреть, понять, как он выглядел в раннем Средневековье, вы, скорее всего, его не увидите, потому что вы видите современную застройку, вы видите отдельные дома современные, но у вас не будет впечатления. Когда вы приезжаете в Гнездово, вы попадаете в ландшафт как раз, наверное, где-то 11 века. Памятник имеет очень необычную историю. Он законсервировался в раннем Средневековье, потому что центр сместился в современный Смоленск, и поэтому он не испытал воздействия более поздней застройки. Соответственно, вы сразу попадаете в непосредственную эпоху. В этом его уникальность и интерес. Но когда мы говорим о том, что он археологический комплекс, мы под этим подразумеваем, что это целая группа объектов, объединенных одной территорией. То есть, есть некое центральное поселение. Могильник представлен вот этими красными зонами. Это то, где располагались как раз курганы. Еще целое поселение чуть ниже по течению. И в общей сложности это 5 километров в длину. И площадь около 200 га. Такого объекта для археологии России, вообще эпохи становления государства, эпохи викингов, в принципе, больше нигде нет. Поэтому можно сказать, что Гнездово на 10 век – это такая Москва современной России. Итак, как это все выглядит? Вот так выглядит центральное поселение. Нужно сказать, что Гнездово исследуется очень долгое время, и там работает несколько экспедиций. Это экспедиция Московского университета, это экспедиция Государственного исторического музея и экспедиция непосредственно музея-заповедника Гнездово. Если говорить о характере экспедиции, о том, в каких условиях мы работаем, как это выглядит, то это такая полуполевая экспедиция, потому что есть несколько баз, есть полевые лагеря, и все экспедиции работают на разных участках этого памятника. Исследуется пойменная часть поселения, исследуется террасная часть поселения. Ну, то есть пойменная – это то, что относится ближе к Днепру. Вот эта зона обозначена. Террасная – это то, что находится выше зоны, где разливается Днепр. Исследуются погребения. И сегодня я хотел показать некоторые результаты работ, которые сопряжены с использованием и современных технологий, то, что мы применяем в полевых условиях для максимального сбора информации за последние два года. То есть я не буду говорить обо всем, я скажу только то, что вот совсем свежая. Этот год – 18-17, немножко 16-го года. То есть совсем-совсем свежая информация. Почему археологам и вообще полевой экспедиции важно применять, и мы стараемся применять все мыслимые и немыслимые технологии, и в части идем на очень большой эксперимент. Потому что археолог и археология современная. Это уже не тот традиционный образ некого дядьки с лопатой, который там бегает, что-то выкапывает, находит какие-то клады. Это совершенно не Лара Крофт. Археология сейчас – это достаточно комплексная и сложная дисциплина. Потому что археолог, и вообще археология – такой, знаете, как транспортный хаб. Я люблю это понятие. Который собирает в одной точке достижения разных наук. Мы работаем с биологами, мы работаем с химиками, с почвоведами, с людьми, которые занимаются 3D-визуализацией, с людьми, которые летают в космос. Мы используем все возможные способы, чтобы извлечь информацию. Зачем? Нужно отдавать себе отчет, что археолог, он исключительно должен быть ответственным ученым. Вообще археология – это ответственная дисциплина. Потому что мы что-то исследовать можем только один раз. То есть мы не можем прийти на объект два раза и в одном и том же месте произвести свои работы. То есть вот как вы раскопали, как вы вытащили информацию, как вы ее зафиксировали максимально объемно и точно, то, собственно говоря, и войдет в копилку истории, давайте глобально говорить, человечества. Поэтому те данные, которые мы вытаскиваем, те данные, которые мы обобщаем, они очень зависят от тех методов, которые мы применяем. Ну, давайте поговорим немножко об объектах, потом уже в качестве примера. Вообще традиционно гнездо делят на две большие группы объектов, которые исследуются. Это курганы. Курганы, как самый известный объект погребальный в истории человечества, это некая земляная насыпь, под которой располагается захоронение. Захоронение может быть, это может быть ингумация, это нечто в яме, куда клали человека с предметами, и обряд сожжения. У нас присутствует на территории памятника и то, и другое. Вот так вот это выглядит, например, по работам в 2017 году. Это три кургана, они как раз в процессе работы. Вот так вот выглядит погребение для нас. Если вы можете обратить внимание, то мы работаем всегда с остатками. То есть есть огромная проблема того, что те материалы, которые мы вытаскиваем из погребения, это не очевидная картинка. То есть зачастую, если я вам скажу, например, что вот это вот остатки деревянного щита, которые были найдены в погребении в прошлом году, то если мы имели возможность с вами посмотреть на это вживую, то это не дерево, да? Это окрашенный, плотный песок. И от методов работы археологов зависит то, как это будет зафиксировано. То есть если вы окрашенный песок очень быстро разберете, то вы не поймете, что это был, например, тот же деревянный щит. Различные объекты в процессе погребения – это предметы из металла, это органика, которая в гнездово практически не сохраняется. Это огромная проблема, хотя есть одно исключение, о котором мы поговорим чуть позже. И нужно понимать, что в процессе работы… Извините. Да, собственно, какие еще предметы? Да, у нас есть предметы из железа. Но самое яркое, что всегда вызывает такой интересный эффект, «Вау-эффект», как говорят, да. То есть, ну вот находка меча, например, в прошлом году в погребении в Камерном. Например, золотые монеты. Да, это византийская монета. И, например, в этом году при раскопках тоже был найден меч с копьем, с котлом и с остальными очень интересными предметами. В чем сложность? И мы должны это всегда держать в голове. Сложность в том, что вы практически никогда, если используете обычные методы археологии, то есть кисточка, совок, лопата, нивелир, как предмет, который позволяет фиксировать высот, вы никогда не можете заранее предугадать, что вас ждет. А мы в ситуации современного мира, во-первых, должны быть заранее информированы максимальным образом о том, что мы будем копать, где мы будем копать. И вот уже на этом этапе мы как раз и привлекаем так называемые вот эти современные технологии. Что такое современные технологии в археологии на данном этапе? И что мы применяем? Ну вот дальше я хотел вам показать как раз раскопки поселения. Это вот как раз вид на центральную часть поселения, более высокого аппарата, да, беспилотника. И вот в этой зоне проводились как раз очень интересные работы. Если мы говорим о современных технологиях, то здесь мы стали использовать наших коллег, именно использовать, и привлекать такой новый метод исследования. Ну для науки новый. То есть 10 лет это немного. Для метода. Это так называемая геофизика в археологии. Метод действительно очень молодой, очень местами спорный. Он требует большого количества практического опыта. И, например, наш полевой сезон, который обычно длится месяц-полтора, именно процесс раскопок, ну в моем случае или в случае моих коллег, мы, например, теперь тратим еще дополнительный месяц с нашими коллегами из университета нефти и газа имени Губкина. Такая структура, которая обычно воспринимается как объект, где ищут именно нефть, газ, полезное ископаемое. Но вот теперь они работают с археологами. Почему? Благодаря геофизическим методам. Геофизика — это наука, которая исследует особые состояния сопротивления материалов. У них есть несколько методов, которые позволяют интерпретировать и выявлять аномальные объекты в Земле до раскопок. Как это работает? Ну, например, мы приходим на некоторый курган, который предположительно мы хотим исследовать. Нужно понимать, что, например, Гнездовский археологический комплекс, он очень сильно пострадал от воздействия антропогенного. Что я имею в виду? Антропогенное воздействие — это то, что сделает с памятником человек после того, как он становится памятником. То есть вот люди там живут, они могут в курганах, например, построить военный блиндаж. Да, могут прийти разграбить его. В XIX веке археологи имели совершенно специфические методики раскопки курганов. Они копали центральными колодцами. И когда вы приходите через практически сто лет, перед вами стоит объект, в котором в центральной части какая-то яма. Вот что это? Это война? Это деятельность археолога XIX века, который не оставил ни планов, ни схем, ни записок? Это грабительская яма? Или, может быть, это просадка от камеры? Вопросов много. Поскольку современные методы археологии предполагают очень тщательную работу с материалом, то есть мы должны очень медленно, послойно, поэтапно, по 2-3 сантиметра разбирать ту же насыпь, которая сверху сформирована, потом долго и методично разбирать погребение, если мы выявили. То есть мы фактически... И да, самое главное, что потом мы все должны еще восстановить. То есть ваши работы делятся, если у вас месяца полтора, у вас делятся на 2 этапа. То есть вы сначала медленно-медленно разбираете погребение большой объемом земли, например, а потом вы должны в течение 2-х недель его восстанавливать обратно. Потому что это правило. То есть вы должны вернуть исторический ландшафт в то состояние, которое он был до вашего прихода на работу. Это тоже правило археологии. Сейчас оно действует. Поэтому экономия времени, экономия средств и ресурсов становится очень важной задачей. И вот если мы берем один из методов геофизики, в частности электроразведка, вот я даже здесь вам показал специальный профиль. Вот это профиль, который нам отдают господа геофизики после своих работ. Что такое профиль? Понимаем, это разрез вертикальный, а некая картинка, которую они делают там по центральной части погребения. И до начала работ мы совершенно отчетливо понимаем, что в центральной части под насыпью нет никаких нарушений, связанных с деятельностью человека. Есть некое камерное погребение. Это позволило нам уточнить и сосредоточить наши задачи. Нам вообще очень повезло в прошлом году. То есть мы сразу три камеры исследовали. Сразу на них попали. И это вообще сдвинуло статистику исследования. Потому что вы не можете никогда быть уверены с археологией, что ваши данные – это последняя инстанция. То есть вы не можете сказать, что я сейчас исследовал, все, я сейчас вот так вот решил, и на следующий год все будет так же. В археологии, то, что мне, например, нравится в ней, она постоянно меняет выводы о том, что она делает. Она увеличивает статистику, она добавляет данные, она позволяет ей давать новую интерпретацию, она дополняет информацию. Поскольку, если мы говорим о истории Древней Руси, вы понимаете, что мы очень ограничены всегда в исторических источниках, в письменных. Мы ограничены в данных. Все письменные источники уже по несколько десятков раз исследованы, переработаны. А археология в данном случае всегда добавляет что-то свое. Она добавляет каждый раз что-то новое. Есть еще один замечательный метод, который вот использовали как раз мы при работе на поселении. Это магниторазведка. То есть электроразведка – это то, как материалы реагируют на электричество в почве. А магниторазведка – это их магнитные свойства, которые отличаются от общего фона. Вот, в частности, то, где написано «аномалия» – это объект, который мы выявили в этом году. Мы первый раз сделали комплексную магнитную разведку на большой территории. И решили пойти попусти проверки. То есть не отталкиваться ни от своих научных задач, а проверить данные как раз современных методов, в частности геофизики. И здесь вот, когда мы заложили разведочный аэроскоп, мы попали сразу на объект X века, очень интересную производственную мастерскую. Причем мастерская оказалась очень поздней относительно классического его памятника. И в итоге это, во-первых, изменило наше представление о структуре памятника, то есть как он развивался. А во-вторых, мы первый раз сопоставили вот эти вещи именно геофизику и археологию, и поняли, что геофизика позволяет нам картировать зоны. Как вы понимаете, мы не можем за один сезон или за два сезона, за три копать большие-большие площади. То есть мы вынуждены выбирать что-то по нашим силам. То есть, например, если у вас площадь 2 или 3 гектара интересного поселения, то желательно работать в каких-то зонах, которые дают вам информацию. А если говорить вообще о гнездах, то у гнезда есть особенность такая. Там нету поселения раннесредневекового, поэтому там нет регулярной застройки. То есть там нет понятия улицы, куда вы попали, и, значит, по ней идете, и у вас тут кварталы, кварталы, кварталы. Это точечная застройка хаотичная, которая такими пятнами распространяется. И вы можете очень долгое время, если вы делаете это вот, ну, как бы пальцем в небо, попадать в промежутки между тех же, например, низ на зон жизни человека. И у вас будет некорректное представление о той зоне, которую вы исследуете. Чем же еще мы пользуемся? Ну, как вы заметили из фотографий, мы используемся в так называемую съемку с беспилотников, спутниковую съемку. Зачем? Ну, современная съемка с воздуха позволяет нам, с одной стороны, картировать объекты, то есть строить планы, схемы, привязки делать, точно располагать объекты относительно всей карты памятника, но, по-моему, всего прочего, она позволяет выстраивать трехмерные модели, выстраивать и делать реконструкции палеоландшафта, палеоландшафта, то есть древней поверхности. Кроме того, мы используем активно такие методы современной фиксации, как фотограмметрию, 3D-визуализацию. Зачем? Когда вы потом тратите значительное количество времени уже после полевой работы, а ваша полевая работа – это, ну, 20% от 100% работы ученого, которую вы делаете после работы. То есть 20% вы тратите в поле, все остальное вы сидите в кабинете. 3D-визуализация, есть такой метод фотограмметрии, когда можно на основе фотографии делать трехмерные модели, позволяет вам уже в тиши кабинета спокойно еще раз пересмотреть материалы, которые вы делаете. И самое главное – зафиксировать объекты, которые вы исследовали. Естественно, для археологии традиционно это чертежка, это сопровождение фотографиями и так далее, и так далее, и так далее. Но современные технологии позволяют нам усиливать этот эффект. То есть чертеж очень хорошо дополняется трехмерной моделью. Или, например, какими-то дополнительными данными. Более того, вы, когда находитесь в поле в режиме такого легкого цейтнота, у вас там может быть жара, люди могут быть на пределе возможности, вы не всегда можете, ну, как бы до конца, может быть, полностью увидеть все, что вы хотели бы увидеть. А уже спокойно, когда вы имеете полный спектр всех материалов, то есть и фотом, и 3D-модели, вы уже спокойно, в спокойной атмосфере можете это все переанализировать, посмотреть, что вы пропустили, как вы пропустили. Может быть, что-то добавить, по-другому дать какую-то оценку того объекта, с которым вы работали. Итак, поселение у нас условно делится на две части. Ну, я условно делю для себя на две части. Да, есть так называемая террасная часть поселения. Это сухой слой, где не сохраняется органика практически, даже кости иногда бывают редкими, потому что это песок, который перетирает все практически в пыль. Если мы говорим вообще, в принципе, об археологии, то вот две крайности, да, вот Новгород Великий взять, да, у него там культурный слой – это 8 метров, до 8 метров, где сохраняется органика, ну, все. То есть вот все, что вы туда бросили там в 12 веке, оно вот сейчас там так и лежит. То есть если ножницы, то они могут резать. Если это туалет, то он так и стоит туалетом. Вот он весь такой вот прекрасный, да. Но плюс в том, что мы в Новгороде имеем. Берестяные грамоты, да, свидетельство письменности раннего средневековья. У нас там есть, мы можем найти веревку, дома, на несколько венцов вверх поднятые срубы и так далее, и так далее. Фантастика, запах вообще. Когда приходите на Новгородский раскоп, это особое непередаваемое впечатление. Когда вы приезжаете в Гнездово, вы от этого ничего не увидите. Если в Новгороде 20 сантиметров, это там может быть 50 лет, может быть 20 лет, то 100 лет в Гнездово – это 2-3 сантиметра. То есть вы понимаете уровень отрядный. Вы неправильно там совком, лопатой шевельнули, все, 100 лет срезали, отправили в утиль. Соответственно, значит, два блока. Да, вот этот вот, это как раз раскопки поселения с различными находками. И процесс работы с слоем, и как ни странно, как бы не выглядело странно, вот эти вот люди, которые в полусогнанном состоянии находятся почти весь сезон. Они профессионально находятся в полусогнанном состоянии, потому что это люди, которые очень профессионально могут промывать слой. Это тоже достаточно недавнее изобретение для вообще работы с археологическими памятниками. Это практически такой большой прорыв, когда весь культурный слой тотально промывается. Просто один пример. До того, как промывка культурного слоя возобладала, в частности, на территории Гнездовского археологического комплекса, количество находок бисера. Бисер, да, это маленькие стеклянные бусики, пол и меньше сантиметра, которые, значит, девушки вешали себе на шее. Да, вот этот бисер, это была единичная находка, а сейчас это тысячи. А этот слом произошел, ну, на моей памяти, в 2000-х годах. До этого не мыли, стали мыть всего тысячи новых предметов. То есть, понимаете, насколько изменилось представление. Ну, находки. Что самое интересное, конечно, всегда в работе, это находки, которые мы, с одной стороны, можем потрогать, пощупать, показать. Это то, что всегда вызывает вау, потому что всем волонтерам, и тем, кто работает в экспедиции, всегда хочется что-то поддержать. Например, обычно волонтерам не объяснить, что найти даже яму, даже пустую, с двумя кусками угля, которую можно ухты-ухты продатировать, потом, значит, отдать специалистам, которые могут сделать конкретную дату, и сказать, когда эта постройка была сооружена, практически никаким волонтерам. После того, как они месяц перебрасывают грунт, с места на место промывают, и не находят ничего, им становится очень грустно от этого. Вот археологам очень весело от ямы, даже с углем, а им обязательно вещи нужны. Поэтому предметы всегда вызывают особый момент. Что можно найти? На территории поселения есть клады. Вот как раз пример вот таких вот кладовых элементов. Это серебряные монеты, это дирхемы, восточное серебро. Ну, например, фибулу, да? Фибула-застежка для одежды, которая, если обратить внимание, это в основном металл. То есть очень органики нет практически, ну, в этом случае конкретно. Различные культовые элементы, да? То есть это амулет, видимо, лоточка Тора, который подвешивается на шею, ну, является таким атрибутом скандинавской культуры. Это то, как это выглядит в слое. То есть это маленький предмет, два сантиметра. От этого зависит как раз методика то, как мы работаем в поле. То есть это тонкие зачистки по два-три сантиметра с очень точной фиксацией. В качестве фиксации мы уже стараемся отходить от работы с традиционными предметами. Например, в этом году у нас был опыт работы только с электронными приборами. То есть фиксация на так называемый электронный тахеометр, когда каждая точка привязывается, каждый объект, каждый контур привязывается как раз в формате XYZ в специальный аппарат, электронный тахеометр, который, вот эти вот облака точек, потом уже спокойно в Москве обрабатываются. Из этого делаются планы, схемы. А самое главное, что мы стараемся сейчас все выводить на некий уровень обобщения. То есть не просто локальная работа. Например, для Гнездовского археологического комплекса создана так называемая геоинформационная база. Это ГИС-система, которая позволяет объединять все данные, которые вы получаете. То есть это и съемка с воздуха, это и пылевые раскопки, и привязки при помощи тахеометра, и работу геофизиков, и так далее, и так далее, и так далее. У вас получается такой многослойный пирог, который позволяет вам путем математического запроса, например, в тех же ГИСах, вычленять нужную информацию, статистическую, какую-то данную, ну, например, там, где сколько чего было найдено, в каких раскопах, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот база данных, которую мы собираем, это, пожалуй, такая квинтэссенция обобщения того, что есть, того, что было сделано за уже более чем сто лет на территории Гнездовского комплекса. Ну, вот в частности, по поводу тщательности разбора, да, посмотреть, то есть как это все обычное традиционное. Это нитка БУС, которая вот благодаря тому, что люди работают очень тщательно и медленно, вот прямо в слое была выявлена, и вот в таком формате так и осталась. Она ничем не объединена, то есть там органика не сохранилась, а ниточка БУС как лежала, так и лежит. Это вот такое в археологии удивительное сочетание, когда вроде, казалось бы, все современные технологии, когда мы уже стараемся руками-то ничего не делать, а здесь при этом тщательность работы именно конкретного человека позволяет вот такие вещи фиксировать. Ну, вот сбор клада, да, то есть это один из кладов, который был найден в прошлом году и доследован в этом году. Это такой денежный вещевой клад, который в свое время был уже вытащен грабителями, то есть грабители – это вообще отдельная проблема для всех помянников археологии в России, и не только в России. Вот, и это части клада, которые были там в 2000 году вытащены грабителями, они были проданы, а вот благодаря тщательной работе, тщательной фиксации работы с большими площадями нам удалось доследовать этот клад, добрать те вещи, которые не были разграблены, и в итоге получить информацию, пусть и частичную, об этом интересном объекте. Но вообще очень любопытно, что традиционно для Гнездова мы всегда считаем, что у нас весь культурный слой, он как бы перебит, перемешан, потому что на территории памятника там столетиями деревня была, там пахали, и техники пахали уже в 20-21 веке. И объекты, которые мы в основном исследуем, это ямы. То есть у вас верхний слой полностью уничтожен, вы все фиксируете там тахеометром, вы для этих концентрации предметов, и потом обнаруживаете, например, остатки построек. То есть что-то было сверху, была какая-то углубленная, то есть все, что сверху у вас уничтожено, вы копаете то, что у вас внизу. Но вот в частности в этом году, благодаря как раз работе совместно с геофизикой, мы определили сначала объект, очень интересный, в котором был обнаружен меч. И после вот площадных больших раскопок мы обнаружили вот такой вот интересный объект. Если вы представляете, как выглядит курган, то вы знаете, то есть насыпь, погребение. А здесь вот в гнезду мы нашли первого своего рода такой объект, который мы не можем точно интерпретировать, потому что это площадка, на которой было совершено погребение. И здесь было совершено погребение, здесь вот был такой вот воткнут меч, был такой полукольцевидный ровик, какой-то вход, и вокруг тоже ровик, который маркировал эту зону в пространстве. Мы его называем культово-погребальным комплексом. Что-то более конкретное я сказать не могу про него, но сам факт, что при условии, что мы даже смотрим на уничтоженный культурный слой, мы можем найти там объекты, которые выбивают из нашего традиционного понимания. Несколько десятков лет мы исследовали этот объект и не ждали ничего подобного. И вот один сезон, и наше представление о памятнике уже кардинально изменилось. Один этот объект позволяет нам по-другому смотреть уже даже на хронологию памятника. Теперь у нас задача следующая. Мы привлекли специалистов, которые нам позволяют делать датировки, и теперь у нас задача разложить по датировкам, когда этот объект строился. То есть у нас есть отдельный уголь, отдельные предметы, которые позволят нам датировать вот этот ровик, позволят датировать вот этот кольцевидный ровик, и мы можем рассказать немножко по-другому уже об истории памятника. Ну и самое любопытное, конечно, это то, что было в нем найдено. Это вот этот вот меч. Он был как раз вот в погребении рядом. Вот он в процессе. Вот это был меч, который вбили полностью в землю. То есть на этой площадке его заколотили в землю. Навершие у него было сорвано как раз только трактором в 20 веке. Ему два раза повезло, потому что его нашли грабителя, но не поняли, что это такое, потому что не было навершия, и бросили этот предмет. От него там осталась яма такая прямоугольная. То есть они пощупали, увидели железку и оставили. А оказалось, что это вот этот совершенно роскошный меч, который вот после года работы реставраторов превратился вот в такой объект. Он еще даже не полностью сделан, потому что у него есть еще клеймо, которое не выявлено. Но, во всяком случае, сам по себе факт найти меч в поле в неком непонятном объекте, который не связан традиционно с погребениями, потому что такие вещи – это вещи погребения. То есть когда укладываются различные предметы, они воздействуя огня подвергаются или долго лежат в камере. А здесь вот чистая такая история, именно поселенческая. Процесс анализа и понимания того, что будет, что это такое и что с этим делать – это еще процесс, наверное, не одного года. Но, тем не менее, сам факт того, что мы уже можем на это посмотреть в каком это все виде. Есть в Нездово, если подходить вообще к разности подходов методики, это такая, да, это тоже раскоп. В Нездово за последние несколько лет произошел еще один прорыв, который на общем фоне вообще археологии тоже является очень интересным явлением. Это обнаружение мокрого слоя. То есть мы знаем, что археология бывает разная. Вот я вам рассказывал про сухой слой песок, а бывает мокрый слой. Мокрый слой – это то же самое, что в Новгороде. У нас мокрый слой связан с тем, что у нас есть обводненные участки, которые позволяют сохранять органику. Как бы, чтобы вы понимали, это для нас обнаружение мокрого слоя в Гнездово, но это примерно как, не знаю, изобретение электромобиля. То есть вы живете сто лет с сознанием того, что вы никогда не найдете органику, а тут бах, и все совсем по-другому. И ваше представление об объекте уже полностью меняется. То есть у вас появляется дерево, у вас появляется возможность построить целую шкалу, дендрошкалу, да, то есть мы знаем, что по спилам делается, датировки, и потом выстраивается отдельная дендрошкала как раз для памятника. Почему это важно? Потому что вообще, если говорить обобщая, в истории Древней Руси, поскольку все-таки мы занимаемся историей Древней Руси конкретно, есть большая проблема, есть проблема хронологии, да. Мы знаем летописные даты с вами, эти летописные даты преподаются в школе, их читают, все знают, кто кого крестил, кто когда родился, когда пришел Рюрик, когда умер Владимир. Это не всегда совпадает с данными археологии. Это все требует допроверки. Если вы думаете, что мы находимся в состоянии, когда наука и археология история все решила, нет, это не так. Мы находимся на самом деле только на первом этапе понимания того, что там было. Нас еще ждет целая серия открытий, которые позволят нам увязать то, что было написано в летописи, да, с теми реальными данными, которые происходят из археологии, потому что археология – это самая беспристрастная наука. Есть только факт и ничего больше. Там нет записочек, в которые все объясняется. Поэтому вот этот вот синтез этих современных технологий, ручной работы, работы с разным уровнем культурного слоя, объединяющие какие-то данные традиционных письменных источников и какие-то новые данные, которые именно каждый год вытаскивают археологи, это вот этот симбиоз и позволит, наверное, рано или поздно решить эту задачу. Но почему мокрый слой интересен, да? То есть я вам показывал все металл, металл, металл. А тут вот элементы, связанные как раз, например, с деталями судов. Просто вам один пример привезу, это фактически в заключении. Как археология работает и проверяет источники. Есть трактат византийского императора Константина Багрянародного, который как раз в X веке жил, и он упоминает гнездо под таким названием крепость Мелениска. И у него в трактате написано, что вот славяне, там русы, они, значит, делают моноксилы. Моноксилы – это лодка-однодревка. И, значит, они спускаются где-то с территории Поднепрови, и потом приходят в Византию. Это традиционная фраза, которую всегда все знают. В школе ее учат, археологи ее все знают. Но когда вы это десятки раз читаете, но ни разу не подтверждаете ничем вещественным, для археолога начинается такой диссонанс. А здесь вот благодаря именно этому мокрому слою, у нас вот в слое X века детали судов, которые уверенно интерпретируются как детали долбленок. Так называемых, этих однодревок, которые там на 8-9 человек. И вот когда у вас происходит вот это вот сочетание данных, когда вы об этом тысячу раз читали, и данных археологии, и это происходит благодаря тому, что вы конкретно и верно применили там комплекс методов, подходов, чтобы вы... Вот в этом археологический кайф. Да, и теперь, когда идет разговор, вот где доказательства, что вот они там суда делали. Ну вот, пожалуйста, вот доказательства. И это точно ввязано с конкретной датой, с конкретным временем. Ну и в частности вот у нас в этом году тоже совершенно роскошная вещь. Это такой вот туис берестяной. Ну, береста, все знают, в Новгороде ее навалом. И берестяные грамоты на них писали. И далее. У нас вот, например, первый раз находка берестяной вещи, которая была в этом году. То есть за более чем 160 лет, там, или 150 лет исследования памятника первая берестяная находка. И только в этом году. А там еще вроде как какие-то... Вроде как даже буквки какие-то процарапаны, еще непонятно. Понимаете? То есть каждая находка — это новое открытие. В этом и есть смысл археологии, и в этом и есть смысл полевой работы. Вы за один месяц в году можете набрать материалов, открытий, которые могут изменить науку, которая там не менялась десятилетия до вас. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я хотел бы, да, сейчас будет возможность задать какие-то вопросы. Я бы только сказал, что, конечно, археология, как и остальные исторические дисциплины, вполне позволяла себе разного рода идеологические передергивания. И там времена Бориса Александровича Рыбакова этим хорошо известны. И так далее. Но на самом деле меня очень заинтересовал, конечно, тот сдвиг, о котором вы сказали, связанный с резким усилением тщательности и фиксации, и обработки, и с цифровизацией, и с связью с другими дисциплинами, которые позволяют археологии здесь работать. Я бы только, может быть, попросил в качестве примера тех интерпретаций, которые за счет этих замечательных находок возможны, что-нибудь привести. То есть что удалось нового понять? Нет, увидеть, проверить информацию летописную. Это замечательно, тем более, что действительно летописная дата вещь очень сомнительная. А что все-таки удалось? Кроме корабля. Ну, да, понятно. Ну, в частности, вот я показывал как раз методы геофизики, магниторазведка, которая позволила сделать большую карту. То есть подробнее объясню, что это такое. То есть вот у вас есть некое пространство, куда приходят наши коллеги, и вместе с нами проводят месяц, создавая карту. Вы получаете в итоге некую карту. На этой карте отмечены некие аномальные зоны. То есть для них это аномалии какого-то там, не знаю, высокого сопротивления или каких-то непонятных магнитных отклонений от нормы. Скажем так. Ну, в случае магнитной карты, это магнитные отклонения. И вы получаете такую карту, на которой вот эти магнитные отклонения от нормы представляют собой некие вот такие условные пятна. Пока вы не провели полевые исследования, подтверждающие работы геофизиков, потому что когда они работают на больших глубинах, именно на больших, ну, поиск нефти, например, они уже, поскольку работают десятилетиями, у них очень четкие показатели. Да, вот бах, вот здесь нефть. Все. Ну, там километровые вот эти вот профиля, да, где там внизу какая-то зона, это нефть. Или газ. Или что-то еще. То есть здесь на микроуровне они, сначала они очень смело пытаются что-то интерпретировать, потом они понимают, что они не совсем корректны, или им недостаточно археологического восприятия. Они абстрагируются и говорят, вот анамалия 1, анамалия 2, анамалия 3, анамалия 4. И вот если вы, например, в данном случае, вот мы провели в этом году проверку их данных, и фактически для нас определили без... То есть мы на примере трех полевых участков мы выявили объекты, которые связаны с X веком, и теперь у нас на одну какую-то конкретную территорию, там площадью где-то полтора рога, есть фактически карта зонирования объектов X века. То есть вы имеете карту для будущего исследования, которую вы увязываете в некую единую модель. У вас... Вы можете копать... Как бы вам объяснить? Вот смотрите, огромный прямоугольник, да? Вот огромный, по которому точечно вот так вот разбросаны ваши исследования. Вы общую картину получить, но не сможете. Вы будете предполагать, вы будете что-то... Пока вы полностью все не вскроете. А здесь у вас современные методы позволяют вам даже без земляных работ начинать говорить о том, что вы знаете что-то о структуре поселения, как распространялось. Вы, может, не скажете, какого конкретному времени это принадлежит, но установить границы, установить как и где располагались усадьбы, это большой прорыв. Более того, второй пример приведу по поводу курганов. Все курганы в Гнездово, они... Это песок, в котором выкапывается яма одномоментная в песке, засыпается тем же песком, и сверху делается песчаная насыпь. Для геофизики подобного рода работа – это на стыке возможности метода. То есть очень сложно проследить разницу сопротивлений, например, между одним и тем же песком, который... Погребение сооружалось на течение, там, может быть, недели, может быть, двух, но не больше. А разница сопротивления вот этого песчаного заполнения практически невозможно выявить. Так вот, благодаря тому, что мы три года работали с конкретными объектами, мы теперь можем гарантированно, практически на 90%, разбить аналитику данных, которые они делают с погребением, на три уровня. Первый уровень, мы точно можем сказать, есть нарушение, нет нарушения, разграблен, не разграблен. Это очень много. Второй уровень, мы можем точно сказать, есть камерное погребение или есть уровень сожжения. И третий уровень, он практически недостигаем, это понять, что содержится внутри. Но нам достаточно даже первого. Когда вы не имеете возможности, когда вы стоите среди, там, десятков насыпей, которые повреждены, разрушены, уничтожены, или вы не знаете, что вы будете делать в ближайшее время, когда у вас есть подобного рода карта, это изменение подхода. Спасибо, по-моему, очень показательные ответы. Если у кого-нибудь вопросы, поднимайте руки, и вам принесут микрофон. Во-первых, спасибо за чудесную, в общем-то, лекцию, очень объемную. И это, может быть, вопрос скорее не сколько Гнездова, сколько вообще об археологии. Скажите, пожалуйста, вот работа художника, фиксирующего находки, она все так же актуальна. Дело в том, что, ну, по небольшому опыту, даже при японской аппаратуре в свое время, вот археологи предпочитали, чтобы живой человеческий глаз, как бы живая человеческая рука расставляли акценты именно особенностей находок. Да, вот эти сколы, вот эти все выступы. Вот, одним словом, художники еще нужны археологии или нет? Спасибо. Хороший вопрос. Ну, вы знаете, что художники в поле, они делятся на два, на две группы. Те, которые чертежники в поле, которые фиксируют как раз линии, там, распространения культурного слоя, объектов, прослойки. Либо это сам археолог в основном. И художники, которые рисуют предметы, объекты. Я вас сразу успокоил? Да. У меня в период определенного максимализма, когда я только начал заниматься современной технологией, вообще, я как бы свою деятельность делю на две части. У меня есть научная деятельность, да, я там занимаюсь вещеведением, там, снижениями коня и всадника и прочими вещами. И как раз вот в Гнездово я занимаюсь очень многими современными технологиями, применением современных технологий, их испытаниями в полевых условиях. И я на всем этом, как бы, вы знаете, когда вы только что-то берете, появляется, вау, я сейчас вот это все отменю, а вот этим всем все заменю. Нет. Через какое-то время приходит понимание, что привлечение современных технологий, оно не сокращает предыдущие объемы, а просто добавляет тебе дополнительные работы. Я не могу отказаться от чертежника, потому что я всегда держу в голове, что у меня может и техника отказать, и данные не сохранятся, а бумажка всегда надежнее. Я вам скажу, что я даже ставил эксперимент в поле, когда один и тот же объект, мы снимали тахеометром, по точкам, которые говорил я, отдельно это рисовал чертежник, который сам археолог именно чертил, и отдельно снимали люди, которые, ну, волонтеры, которые не один год, которые ведут объекты, ну, то есть они сами определяли, что снимать. Очень сложная корреляция. Ну, то есть художник с тахеометром со мной, они совпадали, но все равно есть какие-то, какие-то, ну, скажем так, когда человек на жаре что-то рисует, вот, медленные, долгие, печальные, у него, может быть, начинаются искажения какие-то в сознании, и у археолога тоже они начинаются, но самая главная проверка в этой ситуации это фотографии, например, в частности, потому что я, например, мы любим раньше, мы всегда фотографировали косые фотографии с рук, то есть вы понимаете, что любая фотография сбоку объекта, особенно когда у вас 100 квадратных метров или тысячи квадратных метров, это искажает, вы видите первый план, дальний план вы не видите, теперь у нас, например, практика базовая, это то, что мы поднимаем в воздух квадрокоптер, да, и всегда фотографируем вертикальную фотографию с воздуха, но она все равно не отменяет работу чертежника. Все это скорее дополняет друг другу, дает какие-то дополнительные детали, И я думаю, что даже через тысячу лет чертежника вообще никто не отменит. И художника в камеральной лаборатории. По поводу отрисовки вещей. Можно использовать лазерный сканер с высоким разрешающим моментом. То есть взять лазерный сканер, отсканировать предмет. Круто, да. Сохраняет информацию подробную, да. Можно покрутить, да. Но когда вы открываете книжку, да, какую-то с публикацией, вы хотите, чтобы это было сделано где-нибудь как-нибудь в стилистике 19 века, в тачковке рисунок. Потому что иногда человеку трехмерная модель менее понятна, чем рисунок. Поэтому мы теперь делаем и то, и другое, и третье. Я думаю, что через какое-то время, когда у нас еще что-нибудь добавится новенькое, будем делать еще и пятое, и шестое. Я просто всегда мечтал, чтобы количество времени моего, которое я провожу за фиксацией, сокращалось. Современные технологии не сокращают, увеличивают. Это данность. Но это тоже неплохо. Спасибо. По-моему, этот вопрос и ответ сильно обогатили. Последний вопрос, потому что мы сильно выбиваемся из графика. Спасибо большое за лекцию. У меня тоже вопрос, в общем, по археологии. И вот скажите, мне понятно, когда культурный слой там образуется в районах заброшенных поселений, в курганах. Но как культурный слой образуется в крупных городах, которые растут и развиваются на протяжении тысячи лет? Вот вы сказали, в Новгороде, по-моему, несколько метров. До восьми. До восьми метров. Да. Как такое возможно? Очень просто. Сейчас я вам конкретно про Новгород объясню, чтобы было понятно. Как раз вот у вас обратный ответ. Я бы по-обратному сформулировал. То есть, почему культурный слой образуется как раз в заброшенных поселениях и курганах. Над курганами. Ну, в смысле, над курганами он не образовывается. Но вот на заброшенных поселениях, в каких-нибудь деревнях оставленных, вот он там образуется гораздо медленнее. Этот вопрос, как он там образуется. А вот как он образуется в городах, это гораздо проще объяснить. Новгород построен. Там основное состояние почвы, да, это ТК со щепой. ТК – это темно-коричневый со щепой. Если говорить простыми словами, это навоз. Вот. И они, когда строили, ну, вот, вы представляете, как изба выглядит, да? Это несколько венцов вверх, да, крыша, все остальное. Все это регулярно горело. Причем, то есть, пожары раз в год – это нормально. Если не было пожара в пять лет, это нонсенс. Выгорало все, да? И новгородцы, они, собственно, не особо утруждали себя тем, что вот они, значит, вот у них дом, он весь сгорел, осталось три, четыре, пять, шесть венцов. Они не утруждали себя тем, чтобы надо все разобрать донизу, вычистить, значит, все, значит, и все с нуля на чистом... Зачем? Вот сгорело, они вот то, что сгорело, убрали, расчистили, оставили вот это вот то, что осталось, подсыпочку сделали, и на этих прямо срубах сверху еще раз, и еще построили. А потом это еще сгорело. А потом еще, и еще. И у вас получается, что у вас каждый уровень там, два-три венца, один венец. И у вас вот такой вот слоеный пирог получается. Если вы приедете в Новгород и пройдете по Новгороду Великого, увидите название улиц, там Рогатица и прочее, прочее. Эти улицы, вот эти улицы, вот под ними те же самые мостовые, которые там присутствуют с 10 века. Если вы посмотрите на фотографии из Новгородского раскопа, вы увидите, что... А они мостовые обновляли очень часто. Там раз в 20 лет, по-моему, точно обновление было. Одни и те же мостовые на одних и тех же местах, на тех же пересечениях перекрестков. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Вот такой у вас получается фактически слоеный пирожок из мостовой, и это накапливалось очень быстро. А вот как раз, ну, понятно, да? Плюс это все бросается, выбрасывается, навоз, деревяшки, все. И вот у вас это растет. Вы ходите, вы сами не... Вот в Москве культурный слой сейчас образовывается хуже, потому что мусор вывозят. А вы теперь представьте, что все, что вы выбрасываете, оно никуда не вывозится, оно у вас под ногами валяется. И вы... То есть, а теперь представьте объемы мусора, да? У Москвы тоже может быть... У Москвы есть такие, собственно говоря, по стратеграфическим разрезам. Только сейчас их убирают. Вы можете посмотреть даже на примере, если когда-нибудь пойдете мимо какой-нибудь стройки, увидите улицу, которую перекладывают в какой-нибудь разрез. Вы увидите там прослойки асфальта. Казалось бы, самое низкое. А вот у вас в этой истории асфальта с каких-нибудь 50-х годов 20-го века до современности. И вот у вас, вот и смотрите, 50-й год 20-го века и 20-й год 21-го. Вот у вас уже стратеграфия, а это всего лишь асфальт. А в древности это было гораздо проще, потому что органика, дерево, все это накапливалось, накапливалось достаточно быстро. Просто вопрос в том, что в Новгороде органика хорошо сохраняется. Это мокрое, влажное, все консервируется. Но в Незду, к сожалению, нет. Песок, он как терка. Он все, практически остается металл. И поэтому, например, заброшенная деревня, которая где-нибудь стоит... Я вам, кстати, хороший пример приведу. Сейчас я с коллегой разговаривал по вечной мерзлоте. Вы же знаете, да, что освоение там зоны, где вечная мерзлота, Сибирь, там тоже с 15 века экспансия древнерусского государства, ну, так далее, так далее. Так вот там не из чему образовывается культурного слоя. Там ничего сверху не падает, ничего не растет. Вы там дерн снимаете, и вот у вас поселение 15 века. Вот оно разрушилось от ветра, все разваляется, и вот все так и лежит. Вещи там, не знаю, потеряшки, ножи, все. Вам нужно снять вот такой вот слой дерна всего лишь для этого. Потому что там не ходит человек, там не растут деревья, не падают листья, ничего, все законсервировалось. И поэтому там культурный слой не образовывается. В городах он образуется с огромной степенью интенсивности. Заброшенные там территории в центральной европейской части, они меньше прирастают. Но даже лес за какое-то время, там даже хвойный с какими-то иголочками дает прирост там, ну, вот столько-то. Там за 100, 200, 300 лет. Спасибо большое. Спасибо, это была замечательная лекция. По-моему, очень ярко мы увидели, как работает археология, в чем специфика методов полевой части уж точно, но и того, что нарастает вокруг этого, и как она позволяет несколько лучше изучать историю. Спасибо. 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 Спасибо.